Итак, дорогие друзья, обещал наглядно показать фрагмент работы, как мы работаем с помощью такого мастихина художественного, чтобы шлифовать вот такие сложные места, когда мы шпаклюем. Это самые такие проблемные места, потому что наждачкой туда тяжело подлезть, такие места остаются полукруглыми, как сделать, чтобы они были ровненькие. Вот, стыковка под 90 градусов, к тому же лезвием тоже не совсем удобно, особенно вот такие полукруглые вещи, то есть приходится вот так вот делать, ну то есть не совсем удобно лезвием. Лезвием, где-то я в прошлом видео говорил, ну раза в три дольше, можно им работать, вот, если как у вас нету других вариантов, лезвие, конечно, незаменимо. Но к тому же лезвие бывает еще необходимое, я всегда его под рукой держу, когда где-то вы не увидели, там клей вылез, потому что вот такой шпатель мастихи, но он не срежет просто-напросто. Он подточит шпаклевку, но клей он не срежет, поэтому всегда имейте под собой, ну, рядом с собой лезвие, в каких-то местах, возможно, там откорректировать, где-то клей лишний срезать, который, может, не углядели, да, там. Вот, имейте в виду. Так, ну, приступим. Так, для начала я обрабатываю с помощью наждачки. Почему? Потому что вот этот шпатель мастихин, он очень хорош во внутренних вот этих местах, то есть начиная вот отсюда, и все, что внутри, вот это он все хорошо зашлифует. Снаружи, в принципе, нет необходимости, все справится наждачкой. Ну, у меня наждачка такая, конечно, желает лучшего. То есть проходим просто таким образом. Вот эту часть зачищаем. То есть все, что в таком допуске идет. Так, секундочку. Совсем забыл сказать, еще мы будем использовать кисточку, чтобы выметать, чтобы все было удобно. Так, все, теперь. То есть шпатель я обычно держу не так, а вот таким образом. Не знаю, почему-то так удобнее, потому что так как-то он соскакивает, вот так вот он угол может быть достаточный. Но это вы сами определите. Когда будете работать, поймете. Делаем вот такие круговые движения. Не спешим, сильно не давим. Шпаклевка у нас не жесткая. Мы используем шитрок, финиш-пасту. Можно и ротбанд, без разницы. Сильно не давим. Потом с этой стороны. К сожалению, я правша. Все делаю правой рукой. Поэтому левой рукой немного неловко получается. То есть наша задача, когда мы шлифуем, делать вот такие круговые движения мастихина. То в одну сторону, то во вторую. Тогда у нас получается четкий полукруг. Если мы так не будем делать, то мы не до конца зашлифуем. Обратите внимание. Так, так. 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 Вот здесь все. Один уголок. Единственное, вот здесь вот уже можно так вот развернуть. И вот так кинуть. То есть сильно не давим. Я говорю, лучше сделать быстренько 10 движений, чем одно опрометчивое. Это когда вы шпаклевку можете сколоть. То есть мастихин вот этот, он эластичный. Он очень хорошо вот эти все места внутренне убирает. То есть у вас лишнего ничего не останется. Теперь вторую волну берем, делаем таким же образом. Не спешим. Обратите внимание. Я шпаклевал с лихвой. И все это очень хорошо шлифуется. Я не терял время на шпаклевку. Может было, конечно, аккуратничать. Шпаклевать аккуратно. Там с помощью лезвия, как мы раньше делали. Там, например, брать шпаклевку на лезвие. Аккуратненько вот так наносить. Ну, представьте, это сколько времени. В данном случае у меня вот этот один шов. Там 10 секунд я взял шпаклевку. Раз, нанес с этой стороны. Все, пошел второй. Я экономлю время. Потому что при шлифовке время практически столько же я трачу. Обратите внимание. То есть, ну, шпаклевка на самом деле хорошо шлифуется. Хорошо точится. Поэтому нету смысла шпаклевать шпателем. Или там лезвием. Тем же мастихином, я думаю, нет смысла. Чтобы побыстрее. К тому же, когда вы шпаклюете чуть-чуть с лихвой, у вас практически за один слой можно все сделать. Потому что шпаклевка, даже если даст усадку, за счет того, что у вас с лихвой, этой усадки все равно не будет. То есть, вы шлифуете, все равно у вас лишняя шпаклевка. Поэтому я советую. Так. Все. И последний внутренний угол. Когда внутренний, обычно здесь больше шпаклевки. Я для усиления, используя вот так, с помощью пальца, получается более целенаправленное движение. Вот. Или на крайний случай можно лезть. И можно вот таким движением. То есть, вот внутренний угол, как бы, чуть-чуть он пожестче получается, за счет того, что он еще здесь к стене держится. Поэтому здесь можно и таким движением, но сильно не давить. То есть, лучше, говорю, побольше движения сделать. Ну вот, сейчас берем, посмотрим, что у нас получилось. Вот, буквально, чуть-чуть осталось. Говорю, можно вот так вот аккуратненько. И вот так. Внутренний уголок можно чуть-чуть так сделать. Вообще, можно, конечно, комбинировать. Например, вот такие места внутренние. Я обычно вот таким вот острым концом. Если у вас есть мастихин с острым концом, можете им. Если нет, то вот лезем, как бы вот, чтобы ровно прям получилось 90 градусов. Просто так, чуть-чуть. Ну, буквально там два-три движения, все. То есть, это уже окончательная корректировка. Все, угол готов. Вот, единственное, посмотреть еще некоторые моменты. Возможно, какие-то там вы не увидели места. Здесь вот у меня в данном случае чуть-чуть. То есть, в этом случае вы не боитесь, что вы угол нарушите. Потому что, даже когда здесь, например, много шпаклевки наложено, например, шов, да, получилась там щель, то все равно, когда вы вот так потихонечку делаете, вы этот момент контролируете. То есть, вы не сильно давите. Единственное, меняете слева-вправо, то есть, то вверх, то вниз, чтобы вы вот эту линию могли четко увидеть. То есть, она получается... То есть, не нужно ни шлифовать, ничего больше. То есть, вот отличный вариант. Вот эти места боковые можете пройти тем же мастихином, вот таким образом. Либо можете вот срезать с помощью лезь. Я обычно быстрее вот так лезь срезаю. Как говорится, если там, например, к тому же клей где-то... Особенно вот в таких местах часто бывает клей вылазит, даже после шпаклевки. Не всегда заметите. То есть, дополнительная корректировка. Можно вот так чуть-чуть подрезать. Все, уголок получается ровный. Вот теперь давайте то же самое уже без комментариев. посмотрим, как работа на скорости будет. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА